всем привет я доктор евгений внутри черепное давление или головная боль либо постоянно распирающий глаз давит как называется это еще кластерные головные боли когда выдавливает глаз возможно это нарушение оттока оттока из черепной коробки то есть из черепной ямки из венозных синусов да хоть из чего покажу как это сделать быстро отработать на столе своего человека близкого родного пациента чтобы он избавился от этого смотрим что делаем найдите сосцевидные отростки то есть вот эти бугорки за ушами 1 и с другой стороны будет 2 и встаньте средним пальцем вот за получается ниже сосцевидного отростка и большим пальцем с другой стороны то есть это будет вот такой захват получится вот так а с этой стороны это будет будет выглядеть вот так то есть мы встали таким образом и немножко придавить что мы делаем мы сейчас наоборот нагнетаем внутри черепное давление клин клином как говорится но мы сейчас передавили еремные вены давить надо слегка не сдавливать до боли а просто немножко зажать свои пальцы за ушами немножко сдавили и постояли стоим так около 30 40 секунд вы даже можете почувствовать как у вас распирает пальцы изнутри то есть кожа пациента она будет как будто ну давить вас изнутри то есть это признак того что вы сейчас нагнали кровь в венозные синусы таким образом повысили немножко внутри черепное давление не критично что происходит в данный момент головной мозг начинает немножко давление свое повышать и вся система немного сдвигает получается весь головной мозг и спинной мозг вниз по позвоночному столбу сейчас происходит следующее то есть если у нас здесь был спинной мозг он сейчас немножко сдвинулся вниз потому что давление его туда выдавливает в этот момент натягиваются все мелкие спаечки с твердой мозговой оболочкой внутри позвоночного столба если у вас какие то есть мелкие игрушки различные спаечки где-то в поясничном отделе в грудном и в шейном они сейчас натянулись а теперь давайте здесь этот конгломерат раскачаем очень удобно это делать в проекции шеи мы берем вот такую подковку делаем из пальцев и на шею ее насаживаем вы можете это сделать удобно сделать в проекции именно 5 6 шейного позвонков то есть если 7 самый выпирающий то это будет 6 и 5 здесь у меня уже пальцы раздулись долго разговариваю поехали к технике стали таким образом в проекцию шеи и задача сейчас делать осцилляции то есть колебать вперед-назад делать вот это движение мягкая на 5 либо 6 позвонок мы просто качаем его в сторону тем самым раскачиваем всю твердую мозговую оболочку встали и делаем вперед-назад легкие движения осцилляции вибрации вы можете задать мелкую вибрацию то есть прям дребезжать но не забывайте мы не вперед-назад мы не качаем по шее не елозим а именно вот в сторону качаем шею держим пальцы сверху и качаем шейные позвонки надо именно встать в поперечные отростки именно в боковые тела так скажем боковые участки позвонков и качать их и до того момента пока под верхней рукой где вы встали за сосцевидными отростками то есть ниже них на еремной вене у вас не будет ощущения что они спадают то есть как будто бы верхняя рука сейчас будет все меньше меньше и меньше захватывать шею то есть будет ощущение что вот так руки были потом все меньше меньше при этом давление вы менять не будете это признак того что здесь появилось дополнительное пространство и теперь венозный сброс он происходит более качественно и венозная кровь распределяется по телу равномерно вот таким вот образом вы можете избавить быстро человека от его распирающих болей в голове пробуйте